здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня вас ждет немного необычный разбор который я решила сделать потому что у меня у самой были некоторые вопросы как вы знаете несколько дней назад не стало алексея навального и это стало страшным ударом по всем людям которые разделяют демократические ценности во всем мире у нас в очередной раз выбили почву из-под ног и это конечно же очень тяжело пережить но невзирая на это я наблюдала за ситуацией несколько дней и некоторые вещи меня действительно последние дни стали обнадеживать и только сейчас только после того как я нащупала ниточку надежды я решила провести этот эфир я решила записать это видео потому что ну в первую очередь конечно же я как человек ищущий стараюсь обосновать это все какими-то своими инструментами и я решила обратиться к астрологии потому что ну как вы знаете мало кто пока дал интервью по этому поводу и это еще будет расследоваться как алексей погиб и так далее и понятно прекрасно мы все знаем кто заказчик кто ну я просто сейчас не хочу вдаваться очень сильно в политику хотя куда их не вдаваться она уже сама вдается в нашей жизни но я все-таки решила исследовать цепочку событий которые предшествовали этому и в связи с тем что юлия сейчас тоже сделала заявление юлия навальная вдова алексея навального я решила что сейчас у меня есть что сказать по поводу всего этого да и в первую очередь нам с вами про наблюдать за транзитами планет затем что произошло да вот какие транзиты включались и затем чего нам с вами ожидать самое главное и так значит я начала свою цепочку с момента отравления алексея навального что на тот момент какие транзиты у него были в его космограмме ну как вы понимаете я не знаю времени его рождения поэтому а мы будем работать по космограмме они по натальной карте здесь конечно события будут более общие но некоторые тенденции будут видны да безусловно это не будет очень подробно но это будет информативно с точки зрения именно транзитов таких мощных планет например в основном трансурановые планеты дают события которые действительно ну становятся поворотными и как мы понимаем тот момент когда алексея отравили а был поворотным в его судьбе и очень важным такой вот рэперной точкой итак смотрите 20 августа 20 20 года произошло отравление новичков на ведь новичком и что мы здесь видим мы видим что лилит вот транзитный лилит находится почти в соединении с лилит алексея это говорит о том что вот в это время как раз он был обесточен потому что лилит это вампир энергии и получается что на его личный ну скажем так недостаток энергии на наложился еще и общий недостаток энергии то есть человек в этот момент испытывает энергетический такой вот прям провал дальше что еще было негативного в этот день вот красная вот эта линия это квадрат это квадрат от транзитного урана к натальному марсу то есть какая-то неожиданность произошла и в общем то здесь учитывая вот эти события ну вот эти аспекты а я бы сказала что просто вот прям сошлось все как мы знаем убийцы следили за ним много времени но почему именно этот день был выбран я предполагаю что это произошло по какой-то случайности потому что ну вот когда участвует уран и на его марс получается марс это его активность ну вот какая-то неожиданная ситуация извне помешала его активности вот так вот это трактуется и причем вот это соединение лилит это как раз такие дни когда можно просто идти упасть и разбить голову да вот ну просто вот так вот получается да вот это негативные аспекты но здесь получается что были и позитивные аспекты причем от высших планет от нептуна нептун это знаете с одной стороны это планета иллюзий и каких-то ошибок да но с другой стороны это энергия божественная божественной любви и здесь получается что вот вмешалась можно сказать божественная любовь которая в транзите с белой луной то есть белая луна это как раз то место где человек наработал хорошую карму и это его место силы получается что ангел-хранитель в какой-то степени поддержал алексея и алексей не погиб в тот момент да ну вот эта мощная поддержка невзирая на такое стечение обстоятельств получается что здесь его поддержали высшие силы да и еще тригон венера узел получается что вот венера до транзитная на его узел на его предназначение то есть в тот момент не было скажем так такого желания со стороны социума чтобы он прекратил свою деятельность ну это это я уж очень дословно но симпатии скажем так были в его сторону и я помню тот момент когда даже те кто был против алексея навального когда увидели вот это чудовищное преступление да по сути которая от нас скрывали очень долго не выдавали алексея на лечение вы помните как это было все сложно и вот в тот момент я думаю что многие россияне узнали кто такой алексей навальный стали интересоваться им вот именно с этой с той точки зрения что человек на наших глазах был практически убит и вот это добавило сторонников в его лагерь и ну как ни странно послужило таким хорошим толчком для развития его предназначения и дальше как мы знаем алексей алексея отбили можно сказать как зарубежные руководители для того чтобы он отправился лечиться в германию в германии он более-менее восстановился и после этого вдруг ни с того ни с сего он приехал приехал обратно в россию и давайте посмотрим на тот момент когда он приехал вернулся какие у него были аспекты и что вообще это было с точки зрения звезд с точки зрения вообще его натальной космограммы извините да не натальной карты космограммы а значит 17 января 21 года он вернулся в россию и посмотрите здесь у нас три таких вот мощных квадрата и два позитивных аспекта до 3 тригона ну давайте посмотрим квадрат от плутона клелит значит вот вот этот квадрат а значит транзитный плутон в квадрате клелит вообще конечно это такое очень опасное сочетание вообще плутон когда приходит и встает в негативный а то есть красный аспект какой-то планете это значит что плутон пришел брать получить ответы на все вопросы да и принять экзамен от человека лилит конечно же это слабости человека это место не силы а слабости как раз и получается что плутон пришел и потребовал свою энергию вот по по слабостям самого человека а значит что как это проигрывается плутон это олицетворение власти и получается что власть жмет на слабо и ну по сути берет на слабо да берет на слабости берет на слабо вот то что как раз и произошло почему он вернулся потому что многие вокруг него говорили что что ж ты будешь как ты будешь руководить оппозиции если ты за границей если ты далек от народа и прочее прочее и он вот получается пошел на поводу у своих слабостей по большому счету вот это был было ошибкой дальше но я кстати не хотела бы сейчас чтобы вы ну как-то интерпретировали эти слова в качестве оскорбления или еще чего-то просто я вот то что я вижу то я описываю если у вас есть другие взгляды вы мне тоже это в пишите в комментариях может быть я что-то недостаточно точно описываю но вот это вот сочетание к сожалению ну вот я так трактую дальше следующее квадрат лилит марс от лилит так лилит этот транзитный вот вот этот вот лилит вот транзитный лилит идет к марсу значит что это соблазн действовать понимаете вот здесь вот на слабое плюс еще вот здесь соблазн действовать марсу это его да то есть это его активность и лилит как раз подошел и в квадрат встал и опять встал вот в квадрат это квадрат это всегда проверка это же опять то же самое на слабо вот два аспекта получается где ну вот специально так либо кто-то либо пространство так складывает обстоятельства что человек ну вот его задевают как раз за его активность за его и года и получается вот такая история и квадрат сатурн уран сатурн со стороны социума то есть это правило это какие-то установки и уран его оригинальность и здесь получается что правило социума против его оригинальности тоже встают ну поперек делают вызов а значит что но вообще конечно он рассчитывал всех обыграть таким образом да то есть он рассчитывал на свою оригинальность на этот самый уран он думал что он всех обыграет но знаете игра ну играть в шахматы против асфальта укладчика как бы здесь не очень подходит да но он именно так и пытался сделать сыграть в шахматы выиграть у катка который укладывает асфальт ну вот примерно так и такая комбинация сложилась то есть получается что рассчитывал всех обыграть гениальный ход в этом видел но к сожалению это все обернулась против него но тем не менее были еще позитивные аспекты которые на которую он явно рассчитывал это тригон а плутон меркурий так вот значит это у нас кто меркурий так нет плутон значит так так плутон меркурий и тригон меркурий солнце от меркурия вот пожалуйста на солнце и а вот от плутона на меркурий везде задействован меркурий да получается и его с его стороны и со стороны социума что это о чем это говорит это говорит о том что вот информационно все было на мази информационно все казалось очень хорошо да в общем то и поддержка была прекрасная значит тригон плутон меркурий это у нас власть вот плутон это власть меркурий это информация получается что вот все было хорошо со стороны власти как бы не было никаких претензий да и он рассчитывал он знал что какие могут быть претензии к человеку который с трудом выжил а и это ему должны да ему должны объяснить почему в его стране он был отравлен да и вот с этим с этой установкой можно сказать он ехал он думал что со стороны власти нет никаких подводных камней в его сторону да он как бы вот мозгами это понимал с другой стороны все ну как бы казалось бы со стороны вот получается социума тоже по меркурию идет до успокоение его и года получается информация вся складывается так что его эго нигде не пострадает да вроде бы он красавчик он герой он возвращается на родину и вот здесь он начнет свое эпохальное шествие и так далее то есть вот все как бы складывалось со стороны информации именно тогда с одной стороны получается вот по красным аспектам мы увидели что очень много провокаций да и проверок до таких а с другой стороны вроде бы все нормально а почему бы не вернуться и вот он возвращается как мы знаем на самолете да и попадает в тюрьму сразу же из этого самого самолета но то что как он проводил время в тюрьме это конечно чудовищная была подписана я подписана до сих пор на него и читала его заметки по поводу всяческих издевательств которые творили с ним его тюремщики она речь сейчас не об этом речь о том что происходило на момент его ну возможной смерти кстати никто не знает точно когда он умер от чего он умер и вообще но сейчас чудовищная вещь происходит что даже матери не выдают тело сына но я сейчас не буду давать личную оценку этим событиям я постараюсь сейчас это увидеть по натальной карте и объяснить вам что происходило в тот момент и так значит самое главное что вот здесь вот идет вот эта оппозиция причем обратите внимание что сейчас вот как раз на небе ну то есть транзитные планеты это как раз то что происходит на небе и эти плане сейчас вот планеты очень сильно приблизились к плутону венера и марс поэтому в натальной карте вот эти планеты поочередно делают оппозицию в сторону сатурна сатурна алексея сатурн и плутон натальной карте у каждого человека они не то чтобы олицетворяют смерть они всегда олицетворяют какие-то очень большие сложности сложности когда человек начинает ну вот сталкивается с такой непреодолимой просто задачей и ему нужно ее решить а и часто это совпадает смерть со смертью но ну не нет не часто бывает так что совпадает со смертью но это не обязательно должно было ну вот именно к этому привести но вот на момент смерти у него как раз вот эта оппозиция значит от плутона к сатурну то есть вот когда вот эти две самые негативные планеты да они когда в оппозицию встают вот это уже прям очень скажем сложное время у человека в этот период приходит ну так сказать карма да а и вот эти периоды у него ну вообще как правило когда от транзитной трансурановой планеты идет на какой-то аспект на другую планету это происходит в течение нескольких лет два-три года да может вот так вот елозить наверное три я загнула но парочку лет точно вас будет колбасить если трансурановая планета встала на какую-то планету да вот аспектирует какой-то планете наталь натальной карты так вот к чему я это говорю к тому что вот эти касания да вот почему два года планета подходит и встает в аспект потом разворачивается идет обратно и вот эти все касания их от 3 до 5 бывает вот этих касаний и в данном случае такое же касание такая же оппозиция у него была в феврале с февраля 23 года до июля 23 года с декабря 23 до 17 февраля 24 получается вот буквально день оставался вот этой оппозиции хотя в принципе здесь и от венеры тоже и от марса оппозиции поэтому вот сейчас у него как раз такой очень сложный период был ну вот с точки зрения как раз вот кармических каких-то вещей да ну то есть карма вот прям четко приходила к нему вот в тот период который я уже озвучила и вот в этот момент уже был были последние дни этого аспекта кроме того оппозиция и от венеры вот именно в этот день ну вот по программе мне нарисовала что именно венера в этом аспекте в оппозиции до к сатурну это как раз знаете такие оппозиции они дают такую знаете депрессию внутреннюю депрессию безнадёгу когда еще и венера в козероге вот это вот то есть получается что алексея на момент когда вот предположительно его не стало у него внутри была дикая безнадёга и плюс еще карма да вот кармические какие-то вещи и конечно же это был очень сложный период для алексея и ну вот как правило такие вещи они совпадают да когда там когда приходит убийца да и нажимает на курок грубо говоря да но просто я утрирую но вот вот к сожалению у него было очень сложное время на момент когда его не стало да ну значит и тем не менее все таки есть позитивный аспект вот смотрите вот этот значит аспект он тоже от транс урановой планеты это секстиль от урана клей ой простите к белой луне это вот как раз вместо его силы идет неожиданная поддержка вот вот здесь вот вот этот момент вот этот аспект меня честно говоря очень вдохновил то есть факт что он ну по сути он вот на момент когда вот это предположительно произошло он уже просто больше не мог он был ну уже уже вот его довели до отчаяния и я думаю что это отчаяние у него наступило но вот здесь же получается что что-то неожиданное вдруг всколыхнет и ну вот как-то уже сработает на плюс на его на развитие его силы понимаете и здесь вот вот буквально на следующий день опять я смотрю здесь у нас получается квадрат но уже не тот квадрат от урана к его марсу который остановил его движение помните на момент когда произошло отравление новичком там был этот аспект да где уран транзитный был в квадрате к его марсу то есть вот что-то неожиданное остановило его движение а здесь получается что-то неожиданное с его стороны остановит какое-то движение понимаете и здесь вот это уже пошла игра в другие ворота и дальше я очень обрадовалась когда увидела обращение юлии навальной о том что она продолжит дело своего мужа и здесь я полностью с ней солидарно я ее поддерживаю просто всем сердцем всеми фибрами души и я уверена что многие кто поддерживал алексея встанут сейчас на ее сторону и я в конце обязательно скажу на 6 так сейчас посмотрю сколько я до 6 факторов которые действительно ну вот в данном случае очень уместны и очень кстати которые есть у юли и не было у алексея понимаете то есть она ну подняв знамя своего мужа сейчас она имеет все шансы на победу имеет все шансы вообще победить вот эту систему против которой боролся ее муж ну давайте обо всем по порядку опять надеюсь я вас не утомляю этим всем но мне показалось это интересным поэтому я вам это рассказываю так давайте посмотрим кто же такая юля навальная опять-таки я не знаю ее время рождения поэтому смотреть будем по космограмме но и из космограммы я уже многое вижу вы знаете невзирая на то что она была за спиной можно сказать у своего мужа у нее лидерских качеств я бы сказала что даже больше смотрите ну вот я сразу буду сравнивать его космограмму и ее во первых у нее в оливье сразу четыре планеты это показатель того что это человек лидер благородный до 0 лев это еще и позер да но смотрите у алексея во льве был только марс вот кто позер так это он мог мог быть позером да но у юли более рабочая схема для того чтобы стать лидером понимаете вот это как раз тот лидер который вот по-настоящему подойдет на эту роль понимаете вот это первое второе узел у нее также как и у алексея то есть предназначение в скорпионе они должны трансформировать этот мир они но это их предназначение понимаете и это здорово что они но они у них день рождения с разницей в месяц буквально поэтому ну вот здесь рядышком у нас и уран в этом же самом скорпионе и предназначение то есть северный узел то есть здесь все замечательно но обратите внимание что у юли меньше красных вот этих оппозиций а у алексея эти оппозиции есть и они обусловлены вот как раз тем что юля в этом смысле намного в более выигрышном положении дальше лилит в последнем градусе овна у юли и она тем самым ведет себя более осторожно то есть получается да она лезет на рожон да здесь у нее недостаток энергии как простите вот ее лилит а это я показывала лилит алексея лилит алексея тоже вовне это же он лес на рожон но она в этом смысле сейчас более выигрышной позиции она прекрасно знает она уже теперь не будет носить розовые очки и доверяться где доверялся ее муж поэтому это уже сразу плюс ей а дальше что еще марс в 9 действия более скоординированные в отличие от ну извините но позерского все-таки марса у алексея я я прошу прощения за то что я вот так вот вовлекаюсь эмоционально и говорю как о живом и ну просто я сейчас общаюсь больше даже с натальной картой нежели с людьми которые за этой картой стоят да то что я вижу я вижу что ее продвижение вперед будет более осознанным и более скоординированным нежели у алексея то есть еще один плюсик а дальше квадрат марс нептун у нее есть и это говорит о том что нам нужно ждать много разных фей фейков или там всяких разных новостей так называемых приготовьтесь они будут говорить но вы знаете вот будут говорить но это будет как с гуся вода потому что смотрите вот в отличие от алексея у которого тоже здесь находится тот же самый нептун и тоже скажем так пытались из него что-то лепить но скажем не напрямую вот прям таких новостей каких-то которых мы увидим от юли про него не может и не было да вот каких-то житейских вот скорее всего ну вот какие то там была другая тема но вместе с тем у алексея от этого нептуна идет оппозиция на его солнышко и венеру о чем это говорит вот он солнышко с венерой он просто необыкновенно обаятелен он прекрасный продавец он любую идею вот чем бы он не занялся он имел бы просто блестящий успех потому что это все в близнецах у близнецов прекрасно подвешен язык близнецы ну это это вот продавцы да и в нашей жизни успех имеет тот кто умеет хорошо продавать а здесь вот все обаяние у человека на это ну он занялся политической деятельностью если он был предпринимателем он был бы сверхуспешным предпринимателем но смотрите нельзя быть на свете красивой такой вот это шло в разрез к обывателю понимаете вот сложился такой образ да он по сути мы себе вот как избиратели многие российские граждане они как раз испугались вот этого слишком успешного слишком пронырливого и вот это вот как раз пошло работать против него понимаете он слишком красив слишком привлекателен он слишком много знает у него слишком много денег он слишком легко все расследуют почему кто ему это дает делать ну то есть вы узнаете да вот те мысли которые которыми нас пичкали чтобы ему не верить да и в общем то не безуспешно это делали и вот это вот как раз скажем разделение между ним таким успешным и тем как его воспринимают как его вот чтобы его народ полюбил до чтобы он стал учителем для народа вот здесь была просто пропасть и ему эту пропасть приходилось как-то вот преодолевать а здесь у юли этой пропасти нету понимаете она не так хороша не так успешно она как раз наоборот выходит на том что мы все ее жалеем мы все действительно она выходит как мать как же как верная жена которая не может не не продолжить дело своего мужа это что у алексея вызывала например у мужчин вызывала конкуренцию вот такое ну ё-моё такой успешный да в мужчинах вызывали бессознательную конкуренцию в женщинах вызывала ну другие какие-то эмоции но точно не эмоции того вот идти за этим человеком да ну вернее много было сторонников но вот что-то мешало что-то внутри сидела такое что слишком он хорош да и вот это нет я ни в коем случае не умоляю привлекательности юлии но юлия в этом смысле она как раз убрала это возражение понимаете и здесь она уже воспринимается мужчинами как верная жена которая продолжает дело мужа она воспринимается она не воспринимается как сексуальный объект как например алексей он все-таки и сексуальным объектом тоже в какой-то степени воспринимался его образ да а вот здесь как раз женщина которая настрадалась которая олицетворяет всех матерей которые сейчас теряют своих сыновей мужей и она сейчас уже вот можно сказать встала созвучность с большим с большим количеством россиян понимаете и вот это как раз сработает ей на плюс женщины в ней тоже не видят конкуренции потому что она не выпячивает свои какие-то женские достоинства и алексей тоже не выпячивал ну просто когда мужчина он по-любому вызывает симпатии у женщин да а вот здесь женщина вышла как женщина-мать женщина-жена и вот это как раз ей поможет понимаете вот это как раз мощная сила да то что у нее нет вот этого скажем вот этой харизмы какой алексея но она будет более последовательно в своей борьбе благодаря марсу то есть он конечно харизмат он конечно позер в какой-то степени был да но она как раз вот она та рабочая лошадка которая возьмет и доведет дело до конца понимаете вот в этом ее большой плюс дальше давайте посмотрим значит по навальному я сказала да еще что в навальном вот по алексея да что еще могло смущать и вызывать ну скажем отторжение да у него в тельце целых две планеты то есть он успешен материально и это в принципе видно да и насколько я понимаю его за это и посадили за какую-то сделку да ну это конечно же была уловка да но было же что накопать правильно и накопали и сделали суд и посадили да то есть получается что он все-таки что-то как-то проворачивал до с точки зрения тельца это наработка своих ресурсов да и я не знаю не могу сказать насколько это было законно незаконно это вообще не имело отношения никакого отношения к делу потому что там была задача именно посадить его но все таки в людях в россиянах которые ну в большинстве своем живут за гранью нищеты он вызывал опять-таки зависть тем что он умел зарабатывать деньги да ну такой харизматичный умеет заработать деньги и вот это тоже вызывало какой-то вот знаете такое бессознательное отторжение в россиянах у юли в этом смысле все как бы спокойно да никто уже не будет обращать внимание на то ну даже не то что не будет обращать внимание ей это и не так интересно понимаете вот это нарабатывание какого-то материального материальной подушки потому что она чуть-чуть другой человек она больше все-таки заточена быть рабочей лошадкой да понимаете ну в хорошем смысле слова не ни в коем случае не поймите меня превратно да и даже вот тот юпитер который у нее находится тоже в тельце то есть у нее как бы все нормально с деньга ну с ресурсами да но это все нацелено больше на то чтобы ей реализоваться по льву смотрите у него у нее прям целый стеллиум планет четыре планеты во льве то есть ее сверх задача это вести за собой быть лидером да но все-таки предназначение то для чего и она и алексей пришли это для того чтобы преобразовать этот мир и здесь вот как раз получается что она со всеми своими навыками очень даже кстати и теперь давайте посмотрим на транзиты юлии на день смерти это конечно чудовищно все страшно а значит оппозиция плутон солнце от плутона к солнышку к ее то есть это как раз плутон пришел забрал мужа но солнце у женщины в натальной карте олицетворяет как раз мужчину или мужа в ее жизни ну или отца ну то есть получается что плутон пришел и взял урок и обратите внимание у них у обоих ну так как они у них день рождения рядом плутон одинаково но получается по одной и той же не по одной но по разным планетам друг друга пришел наказывать значит ну вернее брать экзамен дальше оппозиция юпитер узел от юпитера к узлу вот вот эта оппозиция транзитного юпитера к узлу что социум против ее предназначения вот на момент смерти у нее было ощущение на момент смерти мужа у нее было ощущение что весь мир против нее а что она ну вот ну скорее всего у нее было ощущение разочарования до в своей цели в своем предназначении и ее можно понять дальше квадрат венера лилит так вот квадраты венера лилит вот от венеры идет к лилит а значит ее ну вот прям не хотят у нее нехватка энергии вот знаете такое ощущение что все провалилось вот энергии вообще ноль все упало все пропало ну вот прям ну это тоже тяжело очень дальше квадрат марс уран опять смотрите от марса к урану вот этот квадрат и получается что да какое-то событие да по ее оригинальности но здесь вот получается что как и у алексея можно ожидать сюрпризов да то есть вот это кто кто кого переиграет активность социума да вот этих сил которые против нее либо ее оригинальность и здесь конечно же ее оригинальное решение могло ну вот как-то сыграть какую-то серьезную вещь а теперь по зеленым аспектам от нептуна что очень показательно от трансурановых планет вот получается здесь от плутона у нас идет то есть вот это очень важный аспект вот самые важные аспекты это от трансурановых планет они дольше всего работают и важнее всего в жизни здесь получается что одна оппозиция от плутона а две оппозиции от нептуна и вот в этих оппозиции вернее не оппозиции а позитивные аспекты и вот в этих позитивных аспектах я как раз вижу потенциал понимаете смотрите тригон от нептуна к узлу так подождите нет ни к узлу здесь а почему так по моему к солнцу что-то я да от нептуна к солнышку идет как раз тригон и так так или так подождите нет ни солнце к белой луне прошу прощения к белой луне то есть поддержка высших сил у нас как раз включается на юлию понимаете вот глубокая энергия до включается вот божественная любовь приходит к ее наработкам понимаете в том в чем она сильно и здесь приходит поддержка прям мощная поддержка и кроме того от нептуна идет секстиль к юпитеру то есть вот здесь вот она как раз находит единомышленников вот здесь как раз ее начинают слышать и вот здесь как раз я считаю что начинается трамплин для нее и у нее как я уже сказала что и так еще и тригон вот этот вот от сатурна к узлу вот здесь вот как раз переход знамени можно сказать то есть она стала правоприемницей своего мужа и дальше понесла вот тот же самый ну скажем то же самое предназначение которое было у него значит это конечно же хорошо но самое интересное вот уже сейчас на момент записывания этого видео я вижу что у нее зеленые аспекты много зеленых аспектов и я уверена что юлия все преодолеет почему я так уверена да потому что у нее есть 6 преимуществ даже перед самим алексеем и ну я бы хотела чтобы вы имели в виду что действительно перед нами женщина мать верная жена то есть ее имидж просто безупречен она вызывает больше сочувствия и в этом ее большой плюс то есть уже сразу женский контингент за нее будет голосовать рано или поздно и если такая возможность появится да то есть ну и мужской тоже мужчины тоже найдут в ней как раз отклик того что ну что отзовется в их сердцах поэтому второй момент она привлекательно но не настолько как алексей я ни в коем случае не уменьшаю ее привлекательность и она действительно очень красивая умная и привлекательная женщина но алексей был слишком ну вот прям знаете вот чересчур вот как по мне может быть я здесь вы со мной не согласитесь но нет я я я я за него я у меня это тоже очень сильно потрясло не не просто тоже у меня тоже выбило почву из-под ног когда я узнала об этом но сейчас я стараюсь мыслить о том что невзирая на то что враг попытался у нас выбить почву из-под ног ну я не знаю высшие силы или как это назвать нам дали еще одну надежду в виде юлии вот я к чему говорю и тени даст ну тот возможно какой-то косвенный недостаток который был в алексей в юлии как раз он очень хорошо немножко сглажен понимаете то есть не бросается на первое место на первый взгляд ее привлекательность а именно она вот олицетворяет то то что хотят видеть женщины в качестве подруги например мужчины в качестве супруги то есть она вот прям четко олицетворяет хотя с другой стороны алексей тоже очень олицетворял эти вещи но он не был близок всем людям которые особенно не так успешны как он понимаете и это вызывало какой-то диссонанс а в ней вот этого всего нет что могло раздражать в алексея значит поэтому в ней не видят никто не видит конкуренции и это большой плюс для нее дальше третий фактор который играет опять-таки за нее алексей был вот как раз я это сказала что слишком слишком харизматичен понимаете вот вот это вот тоже настораживало и ну как бы могло могло сыграть ну скорее всего и играла в какой-то степени минусом ему вот ему даже не все верили почему-то да все думали что он там ставленник кремля и прочее естественно это все разгонялась пропагандой и это понятно что ну это эта работа нужных людей но тем не менее все равно вот этого аргумента у пропаганды не будет понимаете и это уже тоже большой плюс 4 аспект женщина в принципе более стабильно и предсказуемо по своей природе вот как бы не говорили но у женщины какие-то более житейские запросы да и она стремится обустроить быт например да она стремится сделать счастливой семью вот по своей природе да и поэтому женщина она в принципе вызывает больше симпатий потому что она женщина на 5 5 фактор который в пользу юлии это то что в ней сейчас появилась ярость и опыт теперь она не совершит тех ошибок которые совершал алексей силу того что он смотрел на мир розовыми очками она слава богу живет в безопасности у нее больше нет той наивности которая может быть раньше было и вот здесь вот я я понимаю что я сейчас могу сказать слишком слишком высокопарно но власть конечно получила себе настоящую оппозицию когда допустили того что допустили до какой допустили убили алексей так что здесь конечно же получается что путин выстрелил себе в ногу по большому счету да потому что такого врага он себе нажил в лице юлии я просто боюсь предположить что нас с вами ожидает вот теперь теперь игра будет настоящая теперь уже не будет вот этих заигрываний с властью теперь юля четко знает что такое власть путина и она будет с ней бороться соответствующие кстати я сейчас зашла в инстаграм и увидела что юлия призывает своих сторонников чтобы они не реагировали на какие-то слова медведева но действительно человек сконцентрирован на деле в первую очередь и это уже уже теперь прям четко мы появили мы получили ну такого прям серьезного солдата оппозиции да и что еще один фактор шестой фактор алексей все-таки создал хорошую структуру он создал эту организацию и которая работает без него как мы знаем алексей уже три года сидит в тюрьме но видео на ю и на его youtube канале выходят регулярно какие-то ну какая-то информация от него поступает невзирая на то что он сидел в этих не человеческих условиях до невзирая на то что было что он был отрезан от внешнего мира все равно его организация которую он создал эта структура работает и здесь просто возглавить эту структуру мог бы наверное любой человек но юлия здесь наиболее органично она является правоприемником этой организации в полном объеме в полном праве да и соответственно она но уже работающую машину которую создал алексей она я уверена в силах вести и довести до победного результата ну поэтому в общем-то я просто рада что юлия взяла на себя эту миссию и я рада что сейчас можно сказать оппозицию всех россиян возглавит такой человек и благодаря вот этому жесту со стороны юлии я честно говоря даже успокоилась и опять у меня появилась надежда я не знаю как вы на это отреагируете напишите мне пожалуйста свое мнение по этому поводу потому что мне тоже интересно знать что вы считаете насколько юлия справится но судя по тому что я вижу я уверена что она справится но посмотрим время покажет конечно же человеческий фактор никто не отменял и как вы видите все действия они происходят благодаря конечно звездам но в любом случае человек сам решает ведь мог же алексей не поехать не не отреагировать на все эти соблазны до которые мы с вами разобрали и остался бы живой и сейчас он руководил бы оппозицией из-за границы да но вот вот такая вот история если вам интересно вникать вот в это все в своей жизни например у вас ведь тоже много подсказок таких причем если бы у меня например было время рождения и вместо действующих лиц я бы более глубоко могла сделать этот анализ но вот что и что имеем то имеем но если вы хотите в этом разобраться у меня под видео будет ссылочка на мини курс по астрологии где вы просто закачав программу сможете делать такие же разборы и вместе с опытом разберетесь в этом все довольно просто в этим в этом разобраться но все-таки какие-то штуки придется сделать но если не хотите этим заморачиваться приходите ко мне на консультацию мы с вами тоже разберем какие-то важные события в вашей жизни потому что часто мы стоим перед каким-то выбором и вот именно звезды они часто подсказывают серьезные какие-то вещи от которых нельзя отворачиваться поэтому пожалуйста я доступна пишите светлана тире тире 2009 собака mail.ru но все таки я хочу закончить это видео тем что я хочу пожелать удачи удачи юлии и всем нам чтобы мы это пережили а со временем я уверена что самые большие улицы всех городов будут названы именем алексея навального он действительно мученик мученик который войдет в историю обязательно войдет в историю и наши дети будут почитать его имя я думаю что он умер не зря и его дело продолжится продолжится силами тех кто его любит тех кто его ценит и дальше мы свою любовь направим на юлию и она будет рупором от всех от нас от здравомыслящих эмпатичных россиян вот так я наверное завершила этот разбор да в общем извините за мое такое упадническое настроение может быть я до сих пор не приняла этот факт по-настоящему возможно где-то я что-то сказала не совсем адекватная но ну вот как смогла посчитала нужным с вами поделиться именно этой информации потому что эта информация меня вдохновила вдохновила и вселила надежду надеюсь с вами произойдет то же самое но на этом я буду закругляться желаю вам всего самого хорошего пережить эти времена самое главное с минимальными потерями вот что я бы вам пожелала всем и себе в том числе люблю вас всех очень сильно до новых встреч пока пока